Конечно же, вокруг нас существует огромное количество разных подручных материалов для такого странного, возможно, для кого-то творчества, кто видит впервые такие видео. Я не являюсь скраббукером, просто с удовольствием веду все записи. Можно сказать, что все записи я веду в блокнотах аналоговым способом, ручкой и блокнот. Иногда хочется что-то такое поделать, чему-то уделить внимание и, может быть, просто использовать какой-то полет мысли, просто отвлечься. Первый вариант. Второй вариант – это не отвлечение, а это просто, не знаю, возможно, что-то собралось у вас внутри, какая-то история, вам хочется ее выразить. Берите абсолютно все, что вокруг видите. Я, например, вот еще раз повторюсь, зашла в магазин, где продаются ароматы и косметика, взяла разные рекламные буклеты. Чем они мне, кстати, еще нравятся? Там всегда красиво выражены глаза и губы. Очень красиво использовать именно буклеты из парфюмерных магазинов и магазинов косметики рекламные, которые просто нам раздают консультанты для того, чтобы делать такие коллажи, как-то составлять глаза, губы. Они очень всегда четко, красиво очерчены и на такой бумаге более плотные, чем просто журналы глянцевые. Вот еще раз мелькают. Ну, одним словом, зайдя просто в магазин и собрав плоттеры, где мы пробуем ароматы, можно взять и составить целую историю. Я уже говорила, что мне нравится такая идея, понравилась для того, чтобы подготовиться к звонку. Не просто записать, что вот звонок, да, а подготовиться к звонку, оформить как-то. И когда вы делаете звонок, у вас уже есть место, где вы это записываете, указываете, о чем говорили, фиксируете. Понятно, что это может быть более деловой блокнот, но так как какой-то сейчас период, когда хочется вот просто это все переработать, эти материалы, которые нравятся. Хочу сказать, что когда вы фиксируете разговор, он очень часто позволяет вам восстановить события. И когда вы дословно можете повторить, кто что сказал, это вызывает у людей к вам доверие к тому, что связка слов, она у всех в памяти. Этот разговор телефонный, ну скажем так, всплывет. И это очень часто бывает доказательством каких-то обязательств или доказательством принятых решений, если они иначе не были зафиксированы. Так, еще хотела сказать, что таким же образом я сейчас, например, читая книгу «Слепобачение», вот мне прям нравится так на украинской мове, ну невероятное слово «слепобачение», да, это ложная слепота и «Стоицизм». Это сейчас две основные книги, «Стоицизм» я перечитываю туда-обратно, постоянно его листаю с огромным удовольствием. И «Слепобачение», ну, наверное, где-то я пропустила этот момент, когда нужно было прочитать эту книгу. И просто начала какие-то моменты выписывать. А еще есть у меня книга в этот же блокнотик, в этот же блокнотик оформляя. Еще у меня есть книга, которая называется «Сапиенс». Клэсду, уже давно я уже и читала эту первую частину. Сейчас немножко обновляю. Я уже много раз говорила, что, ну, сталкиваюсь с тем, что, ну, пробелы, огромные пробелы и по истории, и по многим моментам, и стараюсь их заполнить.